Здравствуйте, друзья! Когда произносят имя Леонардо да Винчи, то все, конечно, сразу вспоминают о нем как о великовом художнике, который подарил человечеству Монолизу, Тайную вечерю, Дамас Гранастай и много других полотен. Но это лишь одна его грань гения. Скульптор, инженер, ученый, музыкант. Он поражал разносторонностью интересов и дарований. У него была невероятная работоспособность. До нас дошла лишь часть его рукописного наследия. Это 8 тысяч страниц, написанных мелким почерком. Его труды теперь разобраны, изучены, систематизированы, что-то издано и бережно хранятся в музеях Милана, Парижа, Лондона. И вот после этих исследований его трудов Леонардо да Винчи открылся еще и великолепным сказочником, а также он сочинял легенды, притчи и басни. Их сохранилось около сотни. Герои его произведений – это животные и растения. И при жизни они принесли не меньшую славу ему, чем живопись. И сегодня я хочу вам прочитать его сказку «Персиковое дерево». В одном саду, рядом с орешником, росло персиковое дерево. Оно то и дело с завистью поглядывало на ветви соседа, щедро усыпанного орехами. «А чего у него столько плодов, а у меня так мало?» – не переставало ворчать неразумное дерево. «Разве это справедливо? Пусть и у меня будет столько же персиков. Чем я хуже его?» «Изарься на чужое», – сказала ему как-то росшая поблизости старая слива. «Неужели ты не видишь, какой крепкий ствол и гибкие ветви у орешника? Чем ворчать понапрасну да завидовать? Постарайся-ка лучше вырастить добротные, сочные персики». Но ослепленное черной завистью персиковое дерево не пожелало прислушаться к добрым советам сливы, и никакие доводы на него не действовали. Оно тут же повелело своим корням поглубже вгрызться в землю и поболее извлечь живительных соков и влаги. Ветвям оно приказало не скупиться на зависть, а цветам превратиться в плоды. Когда прошла пора цветения, дерево оказалось увешанным с ног до головы зреющими плодами. Наливаясь соком, персики тяжелели день ото дня, а ветвям было не в моготу удерживать их на весу. И вот однажды дерево застонало от натоки, ствол с треском надломился, а спелые персики попадали все до одного на землю, где изгнили у подножия невозмутимого орешника. Вот такая сказка. Спасибо за внимание. До новых встреч!